Валерий Седов Сюжет про недобросовестную управляющую компанию получил продолжение. Напомним, управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом номер 6 по улице Славянский проспект, не перечисляла деньги компании Ведикон за обслуживание домофонов, на что последние подали заявление в суд. Продолжит Кристина Бочкарева. Бесплатно домофоны в этом доме работали целых три года. Обслуживающая компания Ведикон халяву решила прекратить и сняла свое оборудование. Вот только сами жильцы исправно платили за домофон с 2010 года управляющей компанией, ни о чем не подозревая. Мы в 2010 году еще установили эти домофоны и до прихода этой управляющей компании на этот дом мы прекрасно с жильцами работали и с предыдущими управляющими компаниями. Мы получали деньги за обслуживание домофона и за их пользование. Вот, к сожалению, когда пришла управляющая компания «Лидерфонд» в лице генерального директора Барыкиной Анастасии Геннадьевны, оплата прекратилась. Неоднократные попытки выйти на контакт с управляющей компанией успехом так и не увенчались. Телефонные звонки и заказные письма «Лидерфонд» попросту игнорировал, продолжая собирать жителей плату за обслуживание домофонов. Устав от тщетных попыток получить ответ от УК напрямую, добиваться справедливости в решении вопроса, компания Ведикон решила радикально и обратилась в суд. Суд принял нашу позицию, подтвердил, что оборудование действительно принадлежит нашей компании Ведикон и что управляющая компания обязана оплачивать услуги по техническому обслуживанию и пользованию этим оборудованием. Фактически, эта управляющая компания три года собирала абонентскую плату за домофон жильцов и аккумулировала ее на своих счетах и не передавала непосредственному исполнителю, то есть нам, компании Ведикон, средства для обслуживания этого домофонного оборудования. Пока шел суд, домофоны продолжали работать на безоплатной основе для компании, которая их обслуживала. И хотя лидер фонд по-прежнему не перечислял Ведикону положенные средства, за исправностью оборудования следил пристально и даже звонил с требованием починить вышедшие из строя домофоны. Впрочем, по решению суда управляйку обязали выплатить сумму в 100 с небольшим тысяч рублей за период с 2021 по 2022 год и на следующий период предоставления услуг по дому. Правда, с таким решением лидер фонд не согласился. Тогда Ведикон призвал на помощь судебных приставов, чтобы вернуть положенные деньги уже в принудительном порядке. Первый платеж на счет Ведикона пришел уже сегодня. Сейчас задолженность лидер фонда составляет порядка 93 тысяч рублей. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С профилактическим визитом сотрудники Росвельхознадзора посетили точки общественного питания. Проще говоря, осмотрели площадки продажи шаурмы. Есть ли какие недочеты, расскажем далее. Визит профилактический. То есть задача еще раз напомнить о нормативных документах, которые необходимо соблюдать. Особенно это важно для точек питания, чтобы едой потом не отравиться. Самое первое на первое – работа с системой «Меркурий», компонентом «Исвитис». Работаем? Работаем. Работаем при каждой поставке. Система «Меркурий» отслеживает продукцию животного происхождения. Это, например, мясо, рыба, консервы, мороженое, колбасы и пчелиный воск. С помощью такой программы Росвельхознадзор видит весь путь продукции. От производства до полки в магазине или блюда в ресторане. То есть в системе есть даже подтверждение о ветеринарной проверке животного, от которого товар произведен. Молочная продукция, сыры, молоко, сливки. Потому что я вижу, у вас есть кофемашина, соответственно, у вас должно быть также молоко поступать. От поставщика сотрудничает нас под документ. Первый профилактический визит был в точку питания, которая к системе подключена. То есть всю продукцию можно отследить. И к мясу здесь нареканий нет. Так что за профилактический визит можно смело расписываться. Вся используемая вами продукция животного происхождения должна проходить через систему «Меркурий». Потому что там подтверждается ее безопасность. Да, я понимаю. Павлю, свое отмечу. Здесь, пожалуйста. Ознакомлено? Ознакомлено. А после наша съемочная группа с сотрудником Росельхознадзора отправилась, что называется, в первые попавшиеся точки питания. И приключения начинаются сразу. Здравствуйте. Управление Росельхознадзора. Придем. Там очень опасно. Здесь все подзор начинается. Ваши спорядки. Профилактический визит в системе проводит. Для тех, кто занимается в честном питании. В городе Рязани. Система «Меркурий» что-нибудь знаете? Вы куда работаете? Работаем все? Не знаю. Это хозяин. Хозяин, да? Продавец отправляет в соседний павильон. Дескать, две точки соединены. Узнать ИНН и провести профилактическую беседу можно там. Отправляемся туда. И снова мимо. Сосед-продавец отправляет обратно. Говорит, документы там. После такой чехарды находим стенд потребителя. Потребнадзор. И как же мне узнать ИНН владельца? С горем пополам ИНН это находим. Вводим в систему «Меркурий» и видим ответ. То есть, в торговую точку, которая торгует шаурмой и иже с ней, завозили только мороженое. Мяса здесь, судя по системе «Меркурий», нет. То есть, по факту, оно без маркировки. И отследить, где оно куплено, нельзя. А, соответственно, и нельзя отследить качество такого мяса. И такая ситуация далеко не в одной точке города. За текущий год, по настоящий момент, управлением проведено 131 мероприятие профилактическое в отношении 114 хозяйствующих субъектов. Из них 26 хозяйствующих субъектов не имеют совершенно никакой регистрации в системе «Ветис». И, соответственно, вся продукция, которая у них находится в наличии для реализации, находилась без ветеринарных документов, подтверждающих безопасность той продукции. Из этих 26 хозяйствующих субъектов 28 адресов на данный момент не имеют прослеживаемости в пищевой продукции. И, соответственно, безопасность ставится под вопросом. Напомним, визит профилактический, то есть при выявлении нарушений выносится предостережение. Причина – 336-е постановление Российской Федерации, в котором сказано, что если есть нарушения, то объявляется именно предостережение. То есть документ с информацией о том, какие пункты хозяйствующий субъект нарушил. И предложение, как эти нарушения исправить. А само исправление уже на совести продавца. Потому безопасность лежит на плечах самого потребителя. Лучше всего выбирать какое-нибудь проверенное место, которое вы хотя бы уже немножко видели некоторое время. Заметили не новое место какое-нибудь. Видеть, что оно обустроено хотя бы. Не просто ларек, стол и просто мангал рядом с ним. Хотя бы какое-то место. Чтобы был хотя бы информационный лист на этой площадке с информацией. Соблюдать предпринимателей в юридическом лице, которые осуществляют здесь место. Ну, деятельность свою. Соответственно, хотя бы вот эти пункты. Уже можно быть немножко уверенным, что данный хост-субъект соблюдает законодательство Российской Федерации. Башкирия. Апрель. Юноша купил шаурму, в которой была сальмонелла. У мужчины отказали несколько органов. Он впал в кому и пролежал в больнице несколько месяцев. Сейчас он идет на поправку. Его ждет долгое восстановление, строгая диета и дорогие лекарства. В Курск 11 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Отравились суши в одном из местных кафе. Примеров в последнее время федеральных СМИ хватает. Так что безопасность каждого лежит на его собственных плечах. Международный день борьбы с наркоманией был создан, чтобы привлечь внимание к проблеме злоупотребления вредных веществ. Наркотики это не только вред собственному здоровью и сломанные судьбы, но и зачастую серьезная угроза общественной безопасности. О том, как в этой сфере обстоят дела в регионе, расскажем далее. Рязанские полицейские задержали иностранца с наркотиками, сообщили в региональном ОМВД. Мужчину заметили очевидцы, тот сидел за рулем своего авто. Подумали, что не трезв, вызвали наряд. Когда полицейские приехали, мужчина уже спал. А рядом с ним лежала стеклянная трубка. А позже наркополицейские найдут у него сверток с белым порошком. Эксперты подтвердят, что это синтетический наркотик. И это только один из примеров работы сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. За прошедшее время, 2024 года, ликвидировано совместными усилиями МВД и ФСБ, три нарколаборатории на территории Рязанской области. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков пресечена деятельность организованного преступного сообщества этнического, состоящего из порядка 20 человек, выходцев из регионов Средней Азии. Из незаконного оборота изъято свыше 170 килограмм наркотических средств. Управление по контролю за оборотом наркотиков занимается пресечением наркопреступлений. В основном это те, которые совершаются организованно. В группе. Это, к примеру, подпольные нарколаборатории и наркопритоны. Часто в задержании помогает отряд спецназа «Гром». Они оказывают силовую поддержку. В нашем регионе такие мероприятия проходят довольно часто. Наркоситуация в регионе остается сложной, но контролируемой. Ежемесячно регистрируется порядка 100 преступлений, связанных с наркотиками, именно в Рязанской области. Половина из них совершается на территории города Рязани. То есть ситуация стоит довольно остро. У управления наркоконтроля есть весь необходимый арсенал для борьбы с наркопреступлениями. С их помощью выявляют преступную деятельность, устанавливают всю цепочку поставок и собирают доказательную базу. Поэтому укрыться от зоркого глаза сотрудников управления не удастся. Анастасия Арн, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Иван-чай подорожает до 3-5 тысяч рублей за килограмм. Согласно мнению специалистов, оптовая цена вырастет до полутора тысяч. Это на 500 рублей больше, чем в прошлом году. Основных причин две. Напиток планируют массово закупать в Китае, где национальным горячим напитком заинтересовались всерьез. Вторая причина подорожания – спрос подскочил и среди России, аж на 30% к 2023 году. Однако собрать и заготовить Иван-чай можно и самостоятельно. Расскажем как. С древних пор на Руси настой из Иван-чая употребляли как напиток и лекарство от различных хворей. Впоследствии русский напиток оценили и в Европе не только за вкус, но и за содержание. Отвар из листьев кипре содержит в 3,5 раза больше витамина С, чем лимон. Богат Иван-чай витаминами группы В, которые хранятся в нем даже после заваривания. Также он является мощным антисептическим и противовоспалительным средством. По этим характеристикам он превосходит многие лечебные травы. Поэтому из России продукт экспортировался до революции 1917 года в Европу огромными партиями. Хотя его сбор и заготовка – сложный процесс, проходящий в несколько этапов. Собираем мы его на пике цветения. Это конец июня, середина июля. Стараемся собирать в предобеденное время после схода росы. Первый этап у нас идет сборка. Собираем только верхние листья, примерно 15-20 сантиметров от цветка корнем. Из Иван-чая можно сделать зеленый, желтый или черный вид чая. Это зависит от времени ферментирования, естественного брожения. Чай легкой ферментации, обладает фруктово-цветочным запахом, вкус нежный, мягкий. Средняя ферментация дает терпкий вкус с легкой кислинкой. Глубокая ферментация отличается темным, насыщенным цветом и таким же вкусом. Это отдельный самостоятельный напиток. Ничем, я считаю, не уступает по вкусу и полезным качествам чая. При том, что он абсолютно безвреден. В отличие от обычного чая, который содержит кофеин. Иван-чай, как раз наоборот, очень здорово. У тех, у кого высокое давление, он его понижает. У кого низкое, повышает, то есть нормализует. И, в принципе, все процессы организма он восстанавливает. Сегодня многие возвращаются к истокам. Собирают и заготавливают Иван-чай самостоятельно. И хотя процесс заготовки крайне трудоемок, заниматься этим можно только с большой любовью и терпением. Древний напиток из года в год все популярнее. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанскую область пришел скандинавский антициклон, который принес прохладу и сильные ветра. Об этом говорят синоптики. Последние недели июня вообще началась с капризов погоды. То солнце, то затяжные ливни и холод. Каких еще сюрпризов ожидать в ближайшие дни, расскажем прямо сейчас. Кратковременные осадки, переменная облачность – такие прогнозы дают метеорологи рязанцам до конца текущей недели. Однако расстраиваться не стоит, ведь в отличие от сегодняшних плюс 20, температура воздуха с четверга повысится до 23. В последние дни Рязанская область находилась между циклонами и антициклонами. Такое соседство атмосферных вихрей вызывало погоду в отдельные дни без осадков, но с достаточно теплым днем и достаточно холодными ночами. В других районах прошли дожди, грозы, не шквалистые усиления ветра. В ближайшие дни характер погоды изменится, к нам вернется лето. Тенденция потепления сохранится до конца июня, а начало следующего месяца и вовсе ознаменуется 30 градусами на термометре. Уже начиная с субботы осадки прекратятся, температура дойдет до 30 градусов, а местами и выше воскресенье. И примерно такой температурный фон сохранится и в начале недели, потеплеет и ночи. Опять же, осадков пока не ожидается. Будем надеяться, что лето все к нам все-таки вернулось. По народному календарю 26 июня отмечают День Акулины Гречишницы. Православная церковь вспоминает святую мученицу, которую казнили за веру в Христа в возрасте 12 лет. На Руси крестьяне на Акулину сеяли гречиху. Эта культура считалась прихотливой, поэтому рассчитывать на хороший урожай не стоило. Акулину гречишницу чтили как покровительницу гречихи, поэтому ей молились об этом. Люди в старину уважали эту культуру, так как она была признаком изобилия в доме. А еще в День Акулины не пили молоко. Считалось, что оно может негативно сказаться на здоровье. По приметам, 26 июня тяжелую работу лучше перенести на потом, поскольку это может ухудшить общее самочувствие. А вот заняться повседневными домашними делами на Акулину гречишницу не запрещено. Уборка по дому, наоборот, принесет только положительные эмоции и поможет очистить жилище от негативной энергетики. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин